Привет, это Елена и сегодня мы поговорим, как продавать товары на YouTube. Вообще YouTube не является торговой площадкой как таковой. Возможно, именно по этой причине многие компании не используют эту замечательную точку контакта для работы с клиентами, реальными и потенциальными. И при этом совершают большую ошибку, теряя возможную прибыль. Потому что продажи с помощью YouTube одно из самых эффективных инструментов продвижения и продаж. А также в этом видео вы узнаете, как превратить сам YouTube в инструмент продаж. И в этом видео вы получите секрет оптимизации видеоролика, анализ конкурентов и немного информации о работе над контент-планом и сценарием для ваших видеороликов. Если хотите больше смотреть бесплатного контента на моем канале, тогда подписывайтесь на канал и обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропустить подобное видео. Кстати, дайте мне идею в комментариях, что вам интересно смотреть у меня на канале. Какими мыслями делиться с вами, какой опыт вам передавать. Превратить канал YouTube в интернет-магазин, конечно, сделать это невозможно. Но использовать в качестве инструмента продаж можно и даже нужно. И давайте разберем шаги, которые необходимо для этого сделать. И первое, на что мы обращаем внимание, это создание канала на YouTube. И поверьте, это первый шаг и настоящий фундамент будущего проекта, который, соответственно, нужно продумать и заранее подготовиться. И самое главное на этом этапе, это изучение целевой аудитории. Зрители вашего YouTube-канала – это будущие клиенты, чтобы вам попадали именно те, кто действительно заинтересован в вашем предложении. И необходимо точно знать характер и особенности вашего покупателя. И именно вашей целевой аудитории должен посвящен YouTube-канал. А записываемые вами ролики решали их проблемы и боли. Вообще нужно понимать, кому вы хотите продавать свои услуги и нужно ли им ваше предложение. И поэтому очень важно именно на самом этапе создания вашего канала ориентироваться на вашу целевую аудиторию, название канала. И если вы хотите повысить продажи с помощью YouTube, то очень важно сделать именно так. Чтобы именно название канала отображало род вашей деятельности. Ну и, соответственно, ассоциировалось с брендом вашей компании. И тогда будет вашим пользователям понятно, куда они попали и что можно ожидать от вашего канала, какую пользу принесет ваш канал, какую проблему и задачу вы можете решить вашего зрителя. И я рекомендую создать комбинированное название, в котором будет присутствовать как бренд и основной запрос, раскрывающий суть вашего предложения. Напишите в комментариях, кто продвигает свой бизнес через YouTube канал. И следующий шаг, который вы должны сделать, это проанализировать своих конкурентов и оценить состояние их публикуемых роликов. И это позволит вам оценить лишний раз, что этот товар или услугу все-таки стоит продвигать через YouTube канал. И также это поможет вам обнаружить чужие ошибки и тем самым не допустить их на своем канале. А также определите наиболее популярные и рентабельные темы. Найдите идеи и успешные приемы, которые можно с легкостью реализовать на своем YouTube канале. И выявите свободные от конкуренции ниши для вашего бизнеса. И обращайте внимание не только на то, что рассказывается в видеороликах, но и как на них реагируют пользователи. И подобный анализ позволит вам найти наиболее удачные и интересные точки соприкосновения с вашей целевой аудиторией, которые могут быть им полезны и влиять на их решения при покупке. Давайте поговорим сейчас о работе над контент-планом и сценарием для ваших видеороликов. Как и для любого типа контента, собираем ключевые запросы с помощью определенных сервисов. И на основе полученного списка ключевых слов создаем контент-план на свой канал. Видеоролик для продажи услуг и товаров на YouTube канале должен содержать нужную и полезную информацию для ваших пользователей. И быть по-настоящему полезным. И ваша задача помочь потенциальному покупателю решить его проблему выбора. И конечно же ответить на важные для него вопросы. Ну и безусловно вызвать доверие к автору и компании. И для этого вы должны создать экспертный видеоконтент, который не будет вызывать никакого сомнения у ваших зрителей и потенциальных клиентов. И следующий шаг, на который вы должны обратить внимание, это снимайте все и обо всем, что может быть интересно вашей целевой аудитории. Скорее всего у вас профессионала в своей сфере бизнеса найдется масса полезного контента для вашей целевой аудитории. И эта информация, которую вы преподнесете с помощью своего видеоконтента, привлечет внимание вашей целевой аудитории. И соответственно будет их мотивировать покупать ваш товар. И обращаю также ваше внимание, что ролик на YouTube должен быть оптимизирован. Это нужно сделать для того, чтобы ваши зрители находили ваш сайт первым, а не попадали к вашим конкурентам. И в названии вашего ролика, в описании, также в тегах нужно указывать те ключевые слова, которые были собраны при составлении контент-плана. Если вы хорошо знаете свою целевую аудиторию, знаете ее воли и очень хорошо составили список ключевиков, рост продаж с помощью роликов на YouTube не заставит себя долго ждать. И главное, не забудьте оптимизировать каждый свой новый ролик под поисковые системы, иначе ваши зрители и потенциальные клиенты попросту не смогут его найти. Поделитесь в комментариях, кому понятно, о чем я говорю. И обращаю ваше внимание, что YouTube канал один из самых популярных форматов получения информации, которую пользователи выбирают все чаще. И этим обязательно нужно воспользоваться, особенно если речь идет о колеческом проекте. И с помощью видеороликов вы сможете донести до своей целевой аудитории очень много полезной информации. И именно в этом ключе, в котором будет выгодно и вам, и непосредственно вашей целевой аудитории. Если у вас уже есть сайт или интернет-магазин какой-то компании, и вы еще в раздумии, каким образом можно повысить продажи, обратите внимание на YouTube. Именно на YouTube вы сможете найти заинтересованных в вашем предложении пользователей и зрителей, и соответственно получить дополнительную прибыль. Напишите в комментариях, кто со мной на одной волне. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Хотите больше видеть полезного контента на моем канале, жмите обязательно колокольчик. И поделитесь этим видео обязательно с друзьями. С вами была Елена Макаленко. До встречи в следующем видео.